Про отпуск летний не думали еще пока? А у меня он завтра уже заканчивается. Отдыхали здесь? Да, в санатории в Волжске дали неделю. То есть выбрали вон? Да. А в общем, как считаете, куда сейчас на лето вообще выбирают, какие направления? Южные, наверное. Южные в основном. Российские. Конечно, российские. Вы настоящие патриоты своей родины. А еще есть в Саратовской области замечательные места, в том числе и в Волонске. Какой бюджет на отпуск сейчас нужен, даже если отдыхать у нас? В зависимости от того, какой он должен быть. Эконом или бизнес-класс. У всех по-разному. Ну если эконом, максимально. Вот скольки-то, скольки-то? Наверное, от 50. От 50 тысяч рублей? Да. Ну так что? Я согласна, минимум. Нет, не интересовались еще. В прошлом году отдыхали. Во сколько это обходилось? В прошлом и позапрошлом году примерно? Ну на семью где-то порядка 150 тысяч. Сейчас рассчитываете, что дороже это будет? Думаю, что примерно так же. Каждый по своему бюджету планирует отдых. Если отдыхать, то где? Россия, другие страны? Нет, мы пока только Россия. Я с внуками на даче все время, поэтому... То есть никуда не ездите? Нет. Отпуск летний дорого обойдется? Очень. Ну смотря куда едешь. А куда вот сейчас ездим? Вот вы, например, как считаете, куда сейчас россияне вот это лето? Россияне? Да. За всех не знаю. А я, например, собиралась на Байкал, но еду в Мурманск. И во сколько обходится поездка? Ну, в Мурманск от нас на автобусе 42 тысячи пятьсот, что ли? На неделю. Мы уже съездили в Калининград. Сколько обошлась поездка? Бюджетно тысяч пятьдесят. Ну, мы с девочками так. На шесть ночей. Дороже стало? Если уже бывали вообще все, что смотрели, в сравнении с прошлого сезона, если удавалось отдыхать, конечно. Нет, мы съездили очень бюджетно. Там все очень дешево, да. Ну, а если, конечно, за границу, то, конечно, дороже рассмотреться. Вообще цены на все, что связано с отдыхом, взросли? Да. Конечно. Порядка ста пятидесяти тысяч. Это если куда ехать? Или никуда не уезжать, а то у нас? Да, наверное, никуда не уезжаю, где-то по области. То есть вот такие же, совсем. Куда, никуда не планируете, размышляете, куда ехать? Какие планы? Ну, наверное, на турбазу. Здесь, в Саратовской области. Почем летний отпуск обойдет? Не знаю. Не сегодня. Нормально, миллионный. На этот год что-то планируете вообще? Планирую, но пока еще точно тоже не могу. Как бы спланировать, как говорится. Россия или куда? Нет, в России. В России. В России. У нас много замечательных мест. И Кавказ, и Алтай. Летом можно много где побывать. Санкт-Петербург. Замечательные места. Так что я думаю, что много мест есть в нашей стране, где стоит побывать и отдохнуть. И можно отдохнуть и физически, и культурно какие-то совершить. Ну, как бы посещение различных мест. Не знаю. Тысяч сто. Если куда ехать? Какое направление? На самом деле я из Челябинска. Я к вам сюда приехал. Сейчас нахожусь в отпуске. И во сколько обходится? Ну, пока только 20 тысяч потратил. На теплоходе? Нет, на машине. Как впечатления? Прекрасные впечатления. Гуляю, наслаждаюсь. Ну, это зависит от того, один человек или с компанией, с семьей. А любой вариант? Одному, с семьей? Одному. Вот мне хочется поехать на Алтай. Я так понимаю, что не менее 100 тысяч рублей мне нужно для этого. Чтобы посетить, да, за неделю, за 8 дней, например, так. Чтобы посетить самые лучшие места. Основные. Выбираете отдых по России? Пока по России, конечно. Пока не предполагаю. Можно в Турцию, но мне пока туда неинтересно. Если сравнить с предыдущими сезонами, прошлые, позаврошлые, два сезона, дороже сейчас становится? Дороже. На разы дороже. То есть, если в прошлом году я также на Алтай ездила за 70 тысяч рублей, ну, это просто все включено. А сейчас, ну, даже не 70, а 60 тысяч рублей. То есть, там было все включено. Самые лучшие места, то сейчас прям 100 тысяч. Это поезд, машина? Это самолет. Алтай-самолет. Если мы берем, ну, Сочи, Черное море, а также, допустим, Алтай, Крым. Ой, фу, простите, Ялта, Крым. То я пока не могу сказать, наверное, оно тоже не меньше там 80 тысяч рублей. То есть, если раньше было меньше, я с мамой ездила, мы потратили 60 на двоих. Это было там три года назад. Да, то сейчас уже просто на одного и 80, наверное, не хватит. Смотря где отдыхать. Ну, есть, например, российский юмор, море, по Саратову. А, ну, мы только летим в воскресенье, мы пока не знаем. Анталия, условно, 250 на двоих, пять звезд хорошие. То есть, выбрали за границу? Да, ну, да, мы паспорт не успели сделать за грант второй. Если сравнивать с предыдущими сезонами, подорожало? Ну, подорожало, может, Турция, там, условно, тысяч на 50, на 70, при прочих равных. А по российским курортам предстоит узнать. Во сколько летний отпуск обойдется в этом сезоне? В каком городе? А, вот уже это интересно. Да, вот смотря, куда ехать. Ну, российский юг, заграница. Российский юг. По последним данным, двое суток в вонючем хостеле, простите, что-то тысячи четыре. То есть, если брать с дорогой, минимум 50 на человечка. Если мы берем семью в хорошем более-менее отеле, ну, я думаю, тысячи триста пятьдесят без еды. Ну, как считаете? Ну, я вам думала, от 150 это минимум. Это по России. По России. За границу почему не звучит? Это еще дороже. Ну, минимум 250. Опять же, куда, смотря. Если мы рассматриваем ближайшие зарубежья, Турция, Египет, Эмираты сейчас вроде как популярны. Ну, я думаю, да, где-то 200 минимум. Ну, мне так кажется, не знаю, почему сейчас. Очень дорогие перелеты, я просто живу за границей. Если мы берем Мексику. Нет, Мексика сейчас не летает. Венесуэла. Венесуэла, Куба сейчас, да? Венесуэла, Куба. Да, где-то 1300. Хотя билеты, кстати, с Венесуэлы не такие дорогие сюда. На сколько примерно, на ваш взгляд, обойдется отдохнуть летом, если сравнивать вот с прошлыми двумя сезонами? Смотря где. Россия, куда-то за границу. Ну, в этом году, мне кажется, дороже, чем в прошлом. Не знаю. Сумму конкретно не скажу, но мне кажется, все-таки дороже, чем в прошлом году это будет. С чем связывается? С инфляцией. Ну, разве отпуск можно купить? Он бесценен. Ну, нужно куда-то ехать. Люди планируют отпуска, поездки за границу. У нас на Волге, только на российский юг. Сообщаемся с саратовцами. Узнаем, в общем-то, какой суммы. Но мы не саратовцы. Вы гости нашли? Да. Откуда приехали? Нижний. Во сколько обошлась поездка вот так вот на какое-то время? Сколько с собой нужно иметь? Ну, не знаю, тысяч 70. Это по России? Ну, да. Чтобы комфортно есть, можно было как-то отдыхать и ни в чем себе не отказывать. 70 тысяч. Пробязательно, да, где-то в эту сумму. Интересовались ли ценами? Что скажете? Не интересовалась. А в прошлом году отдыхали, в позапрошлом? Отдыхали. А сколько все выходило летом отдохнуть? Куда ездили? Ну, не дешево. К Сочи. Во сколько обошлось примерно? На троих у нас вышло в районе, наверное, 250. В этом году не смотрели еще сколько там цен? Пока нет. Уже съездили весной. А где были? В Сочи. Ну, во сколько вышло в этом году? Ну, мы как-то по бюджетнее обошлись в этот раз. То есть даже дешевле? Да.